Здравствуйте, город С в эфире. О генеральной уборке города, о планах по ремонту дорог, дворов, кварталах всего города мы сегодня говорим с первым заместителем главы администрации городского округа Самара Виктором Владиславовичем Кудряшовым. Здравствуйте, Виктор Владиславович. Напоминаю, телезрителям работаем мы в прямом эфире 202.11.22, телефон, по которому вы можете задавать свои вопросы, оставлять просьбы, пожелания и просто о чем-то поинтересоваться, пользуясь случаем, первый заместитель главы администрации в студии. Виктор Владиславович, у нас с вами есть такая примета, с вами мы эфиром с вами открываем и закрываем, скажем так, сезон больших и малых дел, больших и малых уборок. Так вот, сегодня открываем. Получается, город ожидает традиционная генеральная уборка, она уже началась, пик придется на апрель, активная фаза. Так вот, какие силы и средства в этом году будут направлены на очистку города? Ну, я хочу сказать, что открываем в этот раз сезон уборки раньше обычного, потому что погода позволяет это делать. И, конечно, силы и средства, как всегда, на решение этой задачи будут направлены максимальными. Максимальные, потому что этот год у нас особенный, я всегда в разговорах с коллегами своими, в разговорах с коммерческими структурами, с муниципальными предприятиями, всегда подчеркиваю одну мысль, что в этом году у нас ответственность просто запредельная, потому что у нас впереди великая дата, дата 70-летия Победы, и мы должны привести город в безусловный порядок до начала майских праздников. Ну, действительно, месячник по благоустройству уже начался, начался раньше обычного, слава богу, стоит положительная температура. У нас очень активно работают муниципальные предприятия, они в этот период, ну, буквально не имеют выходных дней, работают практически круглосуточно. Мы сейчас проводим работу и по вывозу снега, и по откачке талых вод, и по подбору мусора. Есть план-график производства работ, который предполагает, ну, календарные сроки их начала. Сегодня мы находимся в графике, мы еженедельно проводим объезды, все выходные дни у нас рабочие, каждую субботу мы проводим объезды. Коллективные воскресенье мы контролируем также работу управляющих компаний, муниципальных предприятий. Вот, и я хочу сказать, что на заседаниях штаба, которые мы пока проводим в еженедельном режиме, потом, я думаю, что будет более мобильная, более частая работа, мы сейчас заслушиваем организации, которые обладают максимальной территорией. То есть это вот сегодня у нас на штабе были, например, торговые сети, которые имеют там сотни магазинов в городе. Мы убедились, что работа будет поставлена должным образом. Во вторник у нас строительные компании, которым достаточно много претензий по содержанию заборов и стройплощадок. На прошлой неделе мы проводили совещание с пулом управляющих компаний. У нас также будет отчитываться РЖД, ну и многие структуры, за которыми закреплены большие территории. Хочу сказать сразу, что новшеством этого года является то, что по поручению главы администрации мы закрепили каждого сотрудника администрации города, каждого сотрудника департамента за конкретным кварталом на территории того или иного района. Причем такие квартала закреплены и за Олегом Борисовичем Фурсовым, и за мной. И мы реально обходим эти территории. И задача каждого сотрудника администрации обратить внимание на те проблемы, которые есть, и решить, используя свой административный ресурс, свои возможности. Если не может решить, то проинформировать главу района, чтобы решил уже задачу он. А вы какую территорию курируете, Виктор Иванович? Я курирую территорию в Самарском районе. Я вчера уже был на обходе, мы уже решили там некоторые проблемы, закрасили фасад от граффити, подобрали мусор, заставил. Я буквально заставил автомойку, которая там расположена, просто прибрать свою территорию, разворожить снег, чтобы он быстрее растаял. Я думаю, что даже я имею, конечно, большой административный ресурс, но мы настраиваем наших рядовых сотрудников на то, что они тоже представители власти и вполне могут корректно попросить хозяйствующих субъектов, которые работают на этой территории, исправить небольшие, может быть, недостатки, которые сейчас там есть. Ну да, в ручном режиме, что называется, управление оперативное. А вот торговые сети, очень хочется же действительно, чтобы около торговых сетей, ну не вдоль, а рядом, на большой достаточно территории был порядок. Они взяли на себя такие обязательства? Да, безусловно, они взяли на себя обязательства. Сегодня мы заслушивали и магниты, и пятерочку, и пчелку, еще целый ряд торговых сетей сегодня были у нас на совещании. Мы обеспечили прямой контакт глав районов с людьми ответственными за уборку прилегающей территории, заместителями, как правило, директоров торговых сетей. Вот, ну я думаю, это позволит, в общем, в оперативном режиме решать вопросы уборки, контролировать их. 202, 11, 22, мы работаем в прямом эфире. Первый заместитель главы администрации Самары Виктор Сладович Кудряшов у нас в студии. Задавайте вопросы, высказывайте просьбы, пожелания. Мы, действительно, год великий, 70-летие Победы, наверняка есть грандиозные планы. Вот в рамках благоустройства, какой подарок мы готовы преподнести, готовимся преподнести, если можно сейчас об этом говорить, к 70-летию Победы, городу прежде всего, ветеранам. Вы знаете, ну, я не знаю, мне трудно сказать, что это подарок, потому что это наш долг в первую очередь. Да, это правда. Забота о ветеранах. И, значит, наши действия направлены, конечно, на то, чтобы людям этот праздник запомнился. Ну, действительно, много мероприятий в сфере благоустройства мы реализуем, но могу сказать, что 7 мая мы открываем на проспекте юных пионеров, на аллее трудовой славы, монументальный объект, триумфальная арка Победы. Да, вы знаете, что это была инициатива ветеранов. И сейчас работы там завершаются, будет очень красивый объект. Кстати говоря, саму аллею трудовой славы мы реконструируем в этом году. И здесь нам очень здорово помогают промышленные предприятия. Буквально все откликнулись, уже проводят работы. Там очень красивые монументы, которые строились там 30 лет назад. Многие из них повреждены, утратили, может быть, свой былой облик, но сейчас они будут восстанавливаться именно в первоначальном виде. То есть там будут и пропеллеры на монументе авиагрегата, и летящие ввысь самолеты Алкоа, металлургического завода. Также 7 мая мы планируем открыть парк Победы. Обновленный парк Победы, там будет уровень благоустройства, ну не хуже, наверное, чем на набережной. Значит, завтра мы туда с коллегами выезжаем, смотрим, какие объемы работы еще осталось подделать. Там 7 мемориальных сооружений мы приведем в порядок, заменим входную группу. Ну, будет прекрасный, очень красивый вид. Мы отремонтировали 54 монумента, памятника, посвященные Победе. Мы заканчиваем эту работу, к 1 мая она будет завершена. Аллею героев привели в порядок на городском кладбище. Город будет очень красиво украшен. То есть мы сегодня как раз обсуждали программу праздничного оформления. Но я считаю, что самое главное, конечно же, это забота о ветеранах. И самый главный, опять же, не подарок ни в коем случае, а самый главный долг, который мы отдадим, это внимание к ветеранам. То есть у нас волонтерские отряды будут созваниваться с родственниками. Мы не будем беспокоить ветеранов, потому что у них сейчас много беспокойств, я думаю, будет перед этим волнительным днем. Но мы будем помогать мыть полы, окна, убирать подъезды и так далее. Сегодня вот наша молодежная организация, система образования на это нацелена. Вот этим будем заниматься в первую очередь. Да, город начинает уже приобретать вид такой праздничный, потому что идешь по Новосадовой, Новосадовая Масленникова, там баннеры, посвященные Дню Победы. Очень хорошо смотрятся, и тем более прикрыли вот то неприглядное, что пока еще не отремонтировали. Да, да. Итак, 202-11-22, телефон прямого эфира. Напоминаю, Мичурино-112, пусть локальный, но мы попытаемся в целом ответить, делать выводы из таких локальных вопросов. Офис во дворе Мичурино-112, есть мусор. Ну, понятно, мы будем адресовать ваши вопросы и управляющим компаниям, и компетентным лицам, поэтому все вопросы обязательно будут отработаны. Лед на дорожке пешеходной Мичурино, кто должен убирать? Да, это общий вопрос, кто должен чистить лед на пешеходных дорожках, ну, на тротуарах пешеходных дорожках. Ну, вы знаете, я могу в целом сказать, что вся территория города закреплена за ответственными, есть четкое понимание, кто за что отвечает. Если это дорожка на территории, прилегающей к многоквартирным домам, это обязанность управляющей компании. Если это тротуары вдоль магистральных дорог, вдоль городских улиц, скажем так, да, то это ответственность муниципального предприятия благоустройства. Вот, если эти дорожки в парках, скверах, то это другие службы, соответствующие Зеленхоз и парки Самары. Главное, чтобы их убирали. А кто их убирает, это уже, скажем так, второй вопрос. Да, ну, знаете, вот сейчас вот звучат адреса, мы их, конечно, все запишем. Передачу смотрят главы администрации районов, и, конечно, они обратят на это внимание. Я думаю, что, ну, естественно, ситуацию будет поправиться. Да, в таком случае Красноармейская, 117, пусть главы администрации расскажут инициативные группы людей, когда будет ремонтироваться их дом. То есть это тоже такой частный случай, но глава администрации точно знает. Итак, что касается в целом по городу, Виктор Васильевич, когда начнутся работы, они уже начались, имеется в виду, когда более масштабно, наверное, по ремонту дорог. Тема всегда злободневная, всегда важная. Да, эта тема крайне злободневная, но она живет буквально 2-3 месяца каждый год, вот именно в это время начинается. Начинаются основные проблемы, когда температура колеблется, то есть то плюс, то минус. По погодным условиям на сегодняшний день мы можем проводить только аварийный ремонт литым асфальтом. И в этом году у нас запланировано 36 тысяч квадратных метров территории обработать вот этим литым асфальтом. Сегодня треть работы уже сделана. Вот, у нас достаточно средств, достаточно возможностей для того, чтобы эту работу эффективно проводить. Ежедневно, порядка 700 квадратных метров, значит, ям на дорогах заделывается. Понятно, что это ямочный, это аварийный ремонт, и мы его будем проводить вплоть до 20 апреля, потому что дальше мы приступим уже к другому виду ремонта, это ремонт дорог картами. Это тоже аварийный ремонт, но уже более аккуратный. В этом году у нас на 20%, если говорить про объемные показатели, про квадратные метры, больше средств, в том числе, предусмотрены на эти виды ремонта. Но его можно сделать, когда среднесуточная температура будет плюс 15 градусов, тогда будет качество должное. Кроме того, у нас запланирован уже такой более серьезный ремонт целого ряда улиц. У нас 15 объектов, значит, в этом году я, если это интересно, я могу озвучить. Это улица Огибалова, спортивную мы сделали в прошлом году, Огибалова в этом году. Так же, как в прошлом году, это будет хороший асфальт, это будет тротуарная плитка, озеленение. То есть, ну, улица будет комплексно отремонтирована. Это улица Венцика, но мы ее сделаем от площади Революции вниз туда к Волге. Другой участок, скажем так, вверх мы запланируем на последующие годы, потому что там будет перекладка рельсов, там будет скоростной трамвай, значит, поэтому такое решение принято. Улица Ульяновская, улица Земице, это находится в заводской зоне, в промышленном районе. Сделаем, завершим ремонт улицы Рабочая, от Садовой до Колоктионовской, улица Шостаковича, там, где у нас находится, дом офицеров. Отремонтируем проспект юных пионеров. Я уже сказал, что мы аллею трудовой славы придем в порядок и комплексно мы сделаем дороги очень хорошо, там, тоже с тротуарной плиткой на тротуарах. Улица Маяковского, Мариса Тереза, Антонова Овсенька, Магистральная. Ну и отремонтируем Южное шоссе, вот это очень знаковый объект, там большое количество проблем, очень много ям, которые мы сейчас латаем, но мы это сделаем более капитально, и там будет пятилетняя гарантия. Ну, а также путепроводы, путепровод Аврора, створи моста Южный, путепровод 139-го километра и 113-го километра. Так что планы достаточно масштабные, но вот эти работы начнутся, я думаю, уже ближе к концу мая. А вот как поступите с Южным мостом? Ну, Южный мост в этом году у нас запланирован тоже ремонт его, там он будет такой текущий, это мы меняем деформационный шок. Укрепляем, значит, конструкцию опор, одной опоры, которая сейчас там, ну, вызывает у нас определенные опасения. Вот, ну, сразу хочу сказать, что нам придется частично перекрывать движение, не полностью, но частично, мы сейчас определяемся, как это сделать. Либо на определенные часы, допустим, в ночное время, либо организовать движение по одной или двум полосам, но этот мост тоже будет приведен в порядок в текущем году. То есть мы обращаем внимание телезрителей и автомобилистов в первую очередь, что не только центральные улицы города получат ямочный ремонт, а потом и, скажем, полноценный, да, но и другую часть Самары. Безусловно, но когда мы формируем план ремонта, мы, конечно, ориентируемся и на задачи, связанные с подготовкой чемпионата мира, то есть мы ремонтируем гостевые маршруты, мы ни в коем случае не можем обойти безымянку, не можем обойти заводские, прилегающие к заводам территории. Там находятся наши крупнейшие налогоплательщики, мы просто обязаны сделать так, чтобы людям было комфортно добираться на работу, чтобы они видели, что налоги идут как раз на цели совершенно осязаемые, те, которые они видят и получают какие-то удобства дополнительные, что ли, от этого. Ага, когда мы говорим о ремонте заводского шоссе комплексном, мы планируем перекрывать частично заводское шоссе? Я имею в виду вот перекрывать не дорогу, а перекрывать участки. Так, давайте уточним, да, я не назвал сейчас заводское шоссе, то есть у нас по заводскому шоссе в этом году пока планируется только ямочный ремонт, но мы заканчиваем разработку двух проектов, это на реконструкцию участка, то есть этот участок будет от 22-го портсъезда до, ну, условно говоря, до путепровода южный, да, и на капитальный ремонт, это второй проект уже до улицы Земица, от 22-го портсъезда до улицы Земица. Это дорогостоящие проекты, и сейчас мы изыскиваем источники финансирования вместе с Министерством транспорта. Есть понимание, что этот объект является для нас приоритетным, безусловно, но я думаю, что вопросы финансовые, они решатся в ближайшие пару недель, и тогда мы сможем говорить о более конкретных планах. — 202-11-22, телефон прямого эфира, телезритель спрашивает, как сделать так, чтобы ямки, подготовленные для аварийного ремонта, не оставались долго на дороге пустыми? — Да, я понимаю, о чем речь, но, да, действительно, есть, наверное, такая проблема, то есть технологический процесс ремонта, он предполагает сначала вырубку, как бы вот этих вот карт, вот этих ямок, как вы называете, да, а потом уже, ну, как бы заливку литым асфальтом. Мы ставим задачу, чтобы эти работы проходили с разницей в одни сутки, ну, потому что, честно, технологически очень сложно их совместить, вот, поэтому, ну, будем стараться выдерживать именно этот график. Сегодня в ночь вырубили, завтра в ночь залили асфальтом. — Вот очень хочется автополистов, чтобы было именно так. — Так, будут ли приведены в порядок старые остановки, на которых даже нет сидений? Это вот по 14-му микрорайону инициативная группа задает вопрос, видимо, после нашего с вами разговора о победе. — Да, безусловно, в месячник по благоустройству этот вид работ будет выполняться, будет выполняться, и не только ремонт и покраска остановок, кстати, сегодня это на штабе обсуждали, будет ремонт урн, замена урн, будет покраска опора свещения. Ну, конечно же, мы не оставим без внимания вот такие объекты. Именно вот в этот период, март и апрель месяц, мы должны отремонтировать все, что было повреждено в зимний период, и подготовить город, как я уже сказал, к праздникам. — Надежда спрашивает, секунду, вот, нашла, уточняет, едет по московскому шоссе, пересечение с Авророй кольцо и не видит рекламных крупных больших счетов. Это навсегда, спрашивает? И, вы знаете, говорит, спасибо, восклицательный и вопросительный знак. Спасибо. Навсегда ли? — Я могу вам гарантировать, что количество рекламных счетов, которое было сокращено по сравнению, например, с периодом трехлетней давности, более чем вдвое, вот это количество рекламных счетов, оно останется примерно таким же. Примерно таким же, но единственное, небольшое количество счетов будет отторговано, разыграно, что ли, в этом году. Мы проведем дополнительные аукционы, чтобы получить средства в бюджет, но общее количество счетов, которые на сегодняшний день в схеме размещения рекламных конструкций, это полторы тысячи. Три года назад их было более трех тысяч. Вот на этой величине три тысячи мы и останемся. Увеличивать не будем. — А вообще как идет работа по зачистке, некоторые говорят, ликвидации, другие пожестче зачистки, вот этого рынка незаконных рекламных? — Я приведу цифры, вот мы анализировали, я уже сказал, что на конец 2010 года мы насчитывали в городе 3200 рекламных счетов больших форматов, 3 на 6 и более. На сегодняшний день их 416 вот этих счетов незаконных, я имею в виду незаконных осталось, то есть мы только за прошлый год снесли полторы тысячи незаконных рекламных конструкций. Ну, а эту работу проводим уже в течение трех лет. Ну, на сегодняшний день уже практически 5 шестых, наверное, вот от объема незаконной рекламы уже убраны с улиц города. Сейчас мы выходим на такой нормальный крейсерский что ли темп работы, это на прошлой неделе снесли 35 конструкций, наша задача выйти на уровень 60 конструкций в неделю, в неделю. Ну, таким образом, вот даже при различных там сложностях, которые этот процесс сопровождает, я думаю, что где-то в течение 4-5 месяцев максимум мы с этой задачей полностью справимся. Я хочу сказать, что люди замечают, обращают внимание, действительно, счетов стало меньше, гораздо меньше. По Гагарину однозначно, поскольку там живу, по Московскому шоссе, но вот спрашиваешь людей тоже. Ну, это действительно так, да. И еще нужно сказать телезрителям, насколько законный законный лиг, могут ли они размещать свои частные объявления на информационных счетах, которые вдоль подъездов. То есть это все на законных основаниях организовывается? У подъездов. Могут жители? Да, жители. Ну, я хочу сказать, что, наверное, многие помнят, что мы два года назад в таком пробном режиме реализовали целую программу. Мы провели анализ фасадов зданий, которые заклеены объявлениями, выявили фасады, где наибольшее количество этих объявлений, которые портят их внешний вид, и установили больше 200 вот таких вот досок объявлений уже за счет муниципалитета. Я хочу сказать, что эффект очень, вот на мой взгляд, эффект просто колоссальный. То есть мы видим сегодня отремонтированные фасады, и объявления висят как раз вот в том месте, где людям было удобно их и клеить, наверное, и смотреть эти объявления. В этом году мы продолжим эту программу, еще порядка 150 таких вот информационных досок мы установим. Мы организовали обслуживание, то есть организация, которая выиграла конкурс, она чистит эти объявления раз в неделю или там раз в две недели. Вот. Очень хороший эффект, мы продолжим эту работу. Но это тот случай, когда вы со своей идеей пришли в народ, что называется, на их территорию, на их площадку. Понятно, но это, в общем-то, логично. Мы все ходим по улицам, и, в общем, я думаю, несложно такие вот идеи рождать. Очень люди переживают, ну как переживают, задают постоянные вопросы о продолжении программы «Двор, в которой мы живем». Есть ли уже количество дворов, которые будут комплексно благоустроены в этом году? Да, безусловно. Но, вы знаете, количество дворов остается неизменным каждый год. Это 72 двора, так же, как и в прошлом году. И вы знаете, что все эти дворы определяются не чиновниками, ни в коем случае, а фактически они определяются общественниками. Были определены вот в 2014 году на основании конкурса «Двор, в котором мы живем». Общественные комиссии ходят по территориям, смотрят активность жителей, в первую очередь, в период месячника по благоустройству, смотрят то, что жители уже сделали в предыдущие периоды. Если комиссия убеждается, что люди будут так же, как и раньше, беречь свой двор, ухаживать за ним, то мы оказываем помощь, всего лишь помощь оказываем в благоустройстве. И люди могут составить проект и получить в течение достаточно короткого периода двор таким, как они хотят его видеть. В этом году конкурс также будет до конца марта месяца, вернее, он будет объявлен. Но мы будем уже отбирать дворы, которые будут ремонтироваться в 2016 году. Поэтому я призываю всех принять активное участие. Информация об этом скоро будет и на сайте администрации, и в администрациях районов. Поэтому, пожалуйста, принимайте участие. Была свидетелем, когда жители, двор которых комплексно благоустроен по программе, сильно ругались с автомобилистами, которые выбрасывают из окна машины бутылки, фантики. Понимаете, они грудью за свой двор дерутся. Я думаю, что сейчас очень важно понять, что забытое, может быть, уже на протяжении 80-90 лет чувство собственника, оно должно все-таки к нам прийти, к нам вернуться. Ведь сегодня человек является не только собственником квартиры, где он проживает, но и собственником лестничной клетки, крыши, прилегающей территории. И, конечно, он несет ответственность за ее содержание. Вот я думаю, чем быстрее это чувство к нам придет, ко всем, тем быстрее мы добьемся порядка. И не только в своем доме или около своего дома, но и на территории всего города. Конечно, надо в первую очередь беречь труд других людей, беречь красоту, которая в городе есть, и все больше красивых мест появляется. Тогда мы справимся с этими задачами. И вот эти свои уже красивые места, которые собственными руками и собственными идеями, сами защищали, люди в первую очередь выходят на субботник. Я о чем? Вот не я задаю вопрос. Как будете повышать активность? Много ли жителей выйдут на субботник? Когда у нас будет субботник в этом году? Ну, могу сказать, что для нас, для работников администрации, для работников департаментов уже начались и субботники, и средники. То есть у нас сотрудники, вот мы договорились, ну, фактически с конца этого месяца, каждую среду и субботу выходят и подбирают мусор. Вот, значит, вместе со всеми заинтересованными людьми. Вообще, я хочу сказать, что у нас традиционно будет два субботника, уже традиционно. Первый субботник – Гагаринский. Мы его планируем провести 11 апреля. Мы приглашаем всех желающих. И очень хотелось бы, чтобы их было как можно больше. 18 апреля у нас будет основной, главный субботник. Он уже пройдет после Пасхи. Но здесь мы рассчитываем на большую поддержку со стороны жителей. Мы рассчитываем, что не меньше 120 тысяч человек выйдут на улицы. Ну, даже этого, на мой взгляд, недостаточно. Мы бы хотели, чтобы хотя бы каждый второй откликнулся. Как будем приглашать жителей? Ну, здесь разные методы стимулирования. Конкурс двор, в котором мы живем, информационная кампания. В ближайшее время мы развесим на подъездах домов информацию с телефонами, куда можно обратиться, организованным группам для получения инвентаря, для организации вывоза мусора, для получения мешков, которые организуют управляющие компании. Ну, здесь, конечно, все решается по желанию, но нам очень бы хотелось, чтобы жители разделили с нами вот эту огромную ответственность, которая лежит на всех буквально в преддверии наших великих праздников. И чтобы просто неформально, по зову души, вышли, убрали свою территорию. Это не займет много времени, ну, совсем немного времени, но результат будет просто приятен для всех. Вот Любовь Сергеевна, например, с Первомайской 21 готова, я так понимаю, выйти на субботник в свой двор и просит простимулировать управляющую компанию ПЖРТ, которая не, скажем, не занимается межквартальными дорогами, внутриквартальными. Стимулируем такую компанию, стимулируем и добиваемся от них результатов. Вот они вчера мне докладывали про организацию работы и уверили, что помощь вот как раз жителям, которые готовы помочь в уборке, она будет оказываться, ну, в безусловном порядке. Не могу не передать вопрос, когда прибавить дворникам заработную плату. Ну, важно же. Ну, вы знаете, я не буду отвечать за управляющие компании. То есть у них, конечно, значит, есть тоже обязательства по повышению заработной платы, потому что мы требуем, чтобы количество дворников соответствовало нормативам. И сейчас, кстати, сказать, многие подтянулись. Этот процент обеспеченности увеличился. Но вот мы сейчас работаем над созданием муниципальной управляющей компании. И сразу определили для себя, что уровень заработной платы дворников в ней должен составлять от 12 до 16 тысяч рублей. Вот такой уровень мы сегодня считаем обоснованным для этого рынка. Поэтому я думаю, что муниципалитет здесь подаст пример, и остальные просто ему последуют. Да, управляющие компании. Иначе управляющие компании останутся без дворников за 4 тысячи. Все уйдут в управляющую компанию. Ну, таких зарплат на самом деле нет, потому что сегодня дворники, они, как правило, выполняют полторы-две нормы обслуживания. Поэтому, ну, я думаю, что вот около 12 тысяч все-таки это совершенно реальный уровень, который компании должны платить, а может быть даже и больше. Вот здесь вот звоночек. Асфальт разбит, и висят старые деревья на проводах освещения. Масленникова 31 мы с вами передадим по компетенции этот адрес. Все телефоны есть, и по Алма-Атинской, и по другим адресам, которые были присланы, я передаю Виктору Владиславовичу, и он, соответственно, отрабатывает по компетенциям. Ну что, Виктор Владиславович, боевой настрой, круглосуточный режим работы. И нам нужно с вами сделать так и всем, чтобы вот еще сильнее полюбили свой город люди. Вот как надо сделать, наверное. Ну, слушайте, ну, конечно, это главное. Главное, чтобы люди именно любили свой город, не относились к нему равнодушно. И мы делаем все возможное для этого. И благоустройство парков, скверов, набережных, да, и усиленная работа наших коммунальных служб, она как раз и призвана, предназначена для того, чтобы люди поверили в изменения, которые происходят, и будут происходить, и, ну, больше ценили то, что находится вокруг нас. И понимали, что они должны быть сопричастны к... Да вообще они хозяев, они чиновники же хозяева этого города. Конечно, они хозяева этого города, безусловно. Будем проводить такие эфиры очень часто, будем приглашать в эфиры дворников тоже, следите за эфиром программы Город С. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое, Виктор Заславович, до встречи. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин